Существует ряд универсальных рекомендаций, которые снижают риск возникновения болезни сердечно-сосудистой системы. Это простые действия, которые окажут благоприятное влияние не только на сердце, но и на весь организм и общее самочувствие в целом. Среди них отказ от вредных привычек, но не только. Человек должен употреблять пищу, которая не содержит большого количества, прежде всего, холестерина. Далее, это углеводистая пища, в большом количестве не должно быть, потому что сахарный диабет, развитие его, естественно, способствует развитию гипертонической болезни, поражения сердечно-сосудистой системы. То есть рациональное питание имеет огромное значение. Сейчас множество различных диет, одна из самых признанных средиземноморской диеты. Это в основном растительная пища, зелень, различные растительные, плюс это рыба. Сердце, как и любые мышцы, требует тренировки, поэтому для профилактики болезни нужна физическая нагрузка. Врачи считают, что начать можно с ежедневной зарядки и постепенно увеличивать нагрузку. Не менее важно сохранять баланс. Чрезмерные усилия быстрее навредят, чем будут полезны. По физической активности ВОЗ доказано, что до 18 лет, если мы говорим про детей, то ребенок должен в день, высокой физической активности, высокой интенсивности должна быть не менее часа. Если мы говорим после 18 лет, то это средняя интенсивность не менее 150 минут в неделю и высокая интенсивность не менее 75 минут в неделю. С каждым годом совершенствуется диагностика сердечно-сосудистой системы. Уже не первый год в кардиодиспансере используют дистанционный мониторинг артериального давления. Как это выглядит? Это тонометр электронный, в котором стоят сим-карты и карты памяти. Пациент измеряет артериальное давление дома. Вся информация передается на компьютер лечащему врачу участковому. Тот видит, что, допустим, пациент не достигает целевых цифр артериального давления. Он его вызывает и корректирует. Если у пациента возникает гипертонический кризис, данные поступают с аппарата в колл-центр. Больному перезванивают и дают необходимые рекомендации. Такая система помогает беречь наше сердце. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».